Первый заместитель Акима Павлодарской области, который совсем недавно был назначен на этот пост, Улан-Жазалбек посетил строительные объекты города. Первая точка – строящиеся на 9-м микрорайоне многоквартирные жилые дома. Здесь строится трехподъездный пятиэтажный жилой дом. В каждом доме по 60 квартир, итого 180 квартир. Здесь подрядчик, то генеральный подрядчик, то гидропром. Так, вот по договору в мае месяце 2018 года. В этот день гостя из Павлодара сопровождал Аким города Кайрат Нукенов. С ходом строительных работ ознакомил директор ТО «Гидропром» Исламбек Култуманов. На сегодняшний день на объекте работает 75 каменщиков. Уже сделан заказ и на пластиковые окна. Еженедельный фотоотчет делаете? Нет. Фотоотчет прям? Мы так накажем сами по средам фотоотчеты делаем. Вот фотоотчеты у меня конкретно по всем трех пятнах, всю ситуацию. Где, что, сколько людей, сколько по актам работы и сколько предстоит работать. И проблемы сразу. Проблемы есть? Ну давайте работать тогда, если проблем нет. После этого Улан-Жазелбек посетил жилой дом по улице энергетиков 108. Совсем скоро он будет сдан в эксплуатацию. Закончено проектирование шести девятиэтажных домов в районе учебного центра. Здесь общее количество квартир 432 квартиры. Это где-то начало пойдет в 2019 году, скорее всего. По словам чиновников, в следующем году планируется строительство пяти девятиэтажных домов по улице Турайгырова. Также в планах комплексное строительство индивидуальных жилых домов усадебного типа по программе Нур-Ложер по улице энергетиков. Этот проект был одобрен на городском и областном городсовете. Теперь у нас есть участок в районе ипподрома в сторону аэропорта. Площадку выделили, проект детальной планировки разработали и ИКИ тоже разработали на 480 участков ИЖС. Вот здесь. Есть 207-208 квартал, это за вокзалом железнодорожным, получается, он находится. Это ближе всех к трассе. Здесь у нас разработан ПДП в общей сложности на 600 участков. Если говорить о социальных объектах, в будущем планируется строительство школы на 900 и детского сада на 320 мест. Также в планах у властей строительство объектов в сторону трассы Астана-Павладар.